Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Поведоносный голос верующего». Я Кеннет Коплэнд. Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему изучению веры. Отец, мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе честь и хвалу. Ты всегда... Ты всегда приходишь с нами в эту студию. Слава Богу. Ты был здесь еще до того, как мы пришли сюда. Слава Богу. И мы просто прославляем и благодарим Тебя. За то, что Ты живешь сегодня внутри нас. Мы открываем наше сердце и разум для откровения в отношении силы веры. И мы благодарим Тебя за него. Во имя Иисуса. Аминь. И не забудьте скачать для себя тезисы этой недели передач. Там указаны все места Писания. Если приходит какое-то слово от Господа, оно тоже будет там. Слава Богу. Вы можете сделать это совершенно бесплатно, зайдя на наш сайт kcm.org.ua. И вы можете свободно их использовать. Вы можете учить, опираясь на них. Вы можете по ним проповедовать. Используйте их как свои собственные тезисы. Слава Богу, как Господь ведет вас их использовать. И мы благословляем вас ими. А теперь давайте вернемся к нашему изучению веры. Давайте обратимся к нашему базовому месту Писания, которым является третья глава послания к римлянам. Я хочу сказать вам следующее. Дайте-ка я посмотрю, как именно Господь мне это дал. Это основа всякого духовного знания. Позвольте мне сказать это еще раз. Это основа всякого духовного знания. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. А теперь давайте посмотрим восьмую главу римлянам. Второй стих. Потому что закон... Вы видите слово «закон»? Потому что закон духа жизни. Во Христе Иисусе. Освободил меня от закона греха и смерти. Итак, наполненные верой слова господствуют, доминируют над законами греха и смерти. Понимаете, основой всякого духовного знания является понимание того, что духовная сфера высокоуправляема. она управляется духовными законами. Это, опять-таки, основа всякого духовного знания. И когда вы начинаете строить на основании этих законов, чем больше вы знаете об этих законах, тем более умело вы используете законы духа. и тем более развиты, более высокоэффективны проявления силы и так далее. И вы буквально через веру начинаете господствовать над временем. но большинство людей считало, ну, вы никогда не знаете, вы никогда не знаете, что Бог будет делать. Нет, если у вас есть Библия, вы можете точно узнать, что он будет делать. Ну, брат, он... Я имею в виду, что он суверенен, брат Копленд. Что ж, он суверенен, да, аминь. Но что это означает? Что ж, это означает, что он может делать все, что он хочет? Что ж, может ли он солгать? Ну, нет. Он никогда не захочет солгать. Люди ведут себя так, как будто Бог лжет. Вы читаете, ранами его вы исцелились. Да, я знаю это, но... Брат Копленд, я верю в это, вы понимаете? Но... У меня здесь вот это. Видите? Нет. Вы в это не верите. Вы не верите в Слово Божье. И все это является результатом недостатка знания законов, которые управляют сферой духа. И у меня есть две иллюстрации этого. Самолет летал бы и в 15 веке, и в 16 веке, и в 17 веке, и в 18 веке, и в 19 веке. И только в 20 веке кто-то, наконец, на нем полетел. А птицы всегда это делали. Почему человек не мог этого сделать? Если бы Бог планировал, что человек будет летать, он дал бы ему крылья. Понимаете, это религиозная глупость. И сейчас это очевидно. Потому что люди летают по всему миру. Проблема в том, что законы физики, которые управляют полетом, были неизвестны. Пока после многих попыток и неудач, они не открыли то, что уже там было. Вы следите за ходом моей мысли? Суть в том, что любой. Иисус сказал «всякий». О, я люблю это слово. Слава Богу. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него». Верующий в Него. Хорошо. «Дабы всякий не погиб, но имел жизнь вечную». «Всякий». Что ж, тот же самый «всякий» и в Марка 11,23. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Я хочу снова упомянуть это здесь сегодня. Он сказал «имейте веру Божью». «Имейте веру Божью» в Марка 11,23. И дальше. «Если кто...» То есть тот же самый «всякий». «Если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но...» Послушайте. «Но поверит, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет». Итак, это элементы закона веры. «И всякий, кем бы вы ни были, неважно, к какой этнической группе вы относитесь, неважно, где на этой планете вы живете, неважно, неважно, кто вы или где вы, эти законы работают. Аминь». Нет такого... Послушайте меня сейчас. Я говорил детям, когда они были маленькими. Настройте свои улавливатели. Я собираюсь вам кое-что сказать. Нет такого понятия, как вера, которая не работает. Нет такого понятия, как Слово Божье, которое не работает. «Нет, нет». «Ну, я попробовал эту веру, брат Копленд, для меня она не сработала». Нет. Вы попробовали. По правде говоря, эта вера попробовала вас. Со мной такое было. Она попробовала меня. И я не работал. Почему? Потому что я неправильно обращался с этими законами. Я мирился со страхом. А мириться со страхом значит заражать, отравлять свою веру. Поэтому крайне важно уделять время и изучать Слово Божье и узнавать законы веры, законы Духа Божьего, законы Царства Божьего. Вот еще одна иллюстрация. Я подумал, она будет хорошей. Господь дал мне это всего несколько недель назад. Фактически, пару месяцев назад. Я думал об этом и... Он напомнил мне. Мне очень нравится стрелять по мишеням на дальнем расстоянии. Мне это просто доставляет удовольствие. Я охотник. Мне это нравится. И когда пуля вылетает из ствола винтовки, она не просто летит вот так и попадает во что-то. Когда она вылетает из него, ее скорость заставляет ее немного подняться вверх. И потом, выровнявшись, она начинает падать. И когда она, выровнявшись, начинает падать, что... что... заставляет ее падать? Что? Закон тяготения. И с помощью оптического прицела дальнего действия вы можете настроить этот прицел. Визирные нити внутри этого прицела. Допустим, я хочу поразить какую-то мишень на расстоянии 200 метров. Я настраиваю прицел с учетом всей баллистики и всего остального, веса пули, что мне очень нравится делать. И вы хотите, чтобы эта пуля попала в центр той мишени на расстоянии 200 метров. Если вы стреляете в мишень на расстоянии 500 метров, этот визир немного поднимется, чтобы ствол немного вот так поднялся, чтобы пуля попала в центр мишени на расстоянии 500 метров. И все эти данные есть в вашей баллистической таблице. Вес пули, сколько пороха и... В общем... И вы делаете все это. И вы можете потратить на стрельбище целый день. настраивая этот прицел на те расстояния, на которые вы будете его использовать. И даже если вы не собираетесь на охоту, вы просто получаете удовольствие, делая это. И вы говорите, «Господь, я попрошу Тебя о чем-то, чтобы помочь мне здесь. Я буду на следующей неделе участвовать в соревнованиях по стрельбе. Я прошу Тебя, Господь, пожалуйста, во имя Иисуса, пожалуйста, не позволь закону тяготения измениться до четверга». Вы бы не посчитали эту молитву глупой? О, да. И только в церкви кто-то может помолиться подобной глупой молитвой. «Бог, будь с нами, пока мы снова не встретимся». Это так же глупо. Он сказал, «Я никогда не оставлю и не покину вас до скончания века. Он будет там для вас». Слава Богу. Аминь. Молиться и думать, что Бог изменяется и что Он может сделать это и что Он может не сделать то, «Я просто не понимаю, почему Он меня не исцелил». Вопрос не в том, что Он вас не исцелил. Духовные законы, которые управляют вашим исцелением и здоровьем, не были правильно применены. В данном случае эти законы просто не действуют. Давайте вернемся сюда. Давайте так же... Мы читали 8 главу Римлянам. Давайте посмотрим 5 главу Галатам. И у вас есть там ваши тезисы. Посмотрите 5 главу Галатам. Вам действительно нужно отмечать это в своей Библии. В моей Библии это отмечено. У меня это подчеркнуто и выделено маркером. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания...» 6 стих, 5 глава Галатам. «Ни не обрезания, но вера, действующая любовью». Как тут ни крути. О, да. Вера действует любовью. Да, вера действует любовью. Да. Аллилуйя. Как бы вы на это не смотрели. Сверху, снизу, сбоку. Вера действует любовью. Это должно говорить вам, раз мы уже узнали из 2 стиха 8 главы Римлянам. Еще раз посмотрите на это. Вернитесь в 8 главу Римлянам. «Потому что закон...» Теперь вы это поняли. Послушайте. «Закон...» Скажите вслух «закон». «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе. освободил меня от закона греха и смерти». Итак, на земле одновременно действуют два свода законов. Но законы духа жизни во Христе Иисусе имеют полную власть над законами греха и смерти. Потому что, когда вы были мертвыми по преступлениям и грехам вашим, и вы привели в действие закон духа жизни во Христе Иисусе, вы родились выше. И у закона греха и смерти абсолютно нет никакой силы и власти что-то с этим поделать. Дьявол не мог это остановить. Все, что он мог сделать, это вернуться позже и лгать вам, и говорить вам, что вы ничего не получили, но просто скажите ему замолчать. «Дьявол лжец и отец лжи». Почему я должен тебе верить? Аминь. Слава Богу. Но когда вы приводите этот закон в действие, когда вы приводите его в действие, тогда он господствует и доминирует над законом греха и смерти. Итак, к чему вы отнесете? У вас есть закон греха и смерти, и у вас есть закон духа жизни во Христе Иисусе. Хорошо. К чему вы отнесете непрощение? К закону греха и смерти. Да. Вы можете теперь это видеть. Если вера действует любовью, что действует непрощением? Страх. И позвольте мне показать вам кое-что в отношении страха. И затем мы пойдем дальше. То, что мы знаем сегодня в этом мире как силу страха, это духовные законы. Поэтому это духовные силы. Они невидимы, но они реальны. И мы это знаем, не так ли? Мы испытали много страха в своей жизни. И мы видели, что страх может делать с людьми. Страх может сделать вас больными. Страх делает вас больными. Помните, когда Кэролайн Лив была на наших передачах, она говорила о человеческом мозге. Что он не был создан или не был предназначен работать в страхе, сомнении и неверии. И такие мысли и слова фактически повреждают человеческий мозг. И это можно полностью изменить с помощью закона духа жизни, слов жизни, слов прощения. Вы фактически можете повернуть это в противоположном направлении и применять свою веру. И исцеляющая сила Божья исцелит ваш мозг. Это потрясающе. Я просто прихожу в восторг, думаю об этом. Итак, научитесь это делать. Давайте возьмем наш список. Знаете, для вас это будет хорошей тренировкой. Я только что услышал, как Господь это сказал. Я делал это раньше, во время своего личного изучения Библии. Вы просто начинаете перечислять все, что является частью проклятия. Это грех, болезни, бесы, страх, нищета, бедствие, все эти вещи. Все это. Вы просто перечисляете все это. Это подпадает под закон греха и смерти. А что подпадает под закон духа жизни во Христе Иисусе? Слава Богу. Не только исцеление, но божественное здоровье. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Второй стих третьего Иоанна. Поэтому все это, исцеление, избавление, и, конечно, все начинается с рождения свыше. Рождение свыше. Крещение духом святым, исцеление, божественное здоровье и так далее, искупление от проклятия. Эта искупительная сила является частью закона духа жизни во Христе Иисусе. Позвольте мне вам кое-что здесь показать. Эти законы здесь не пересекаются. Кто является главой закона духа жизни во Христе Иисусе? Итак, это закон духа жизни во Христе Иисусе. Он его глава. Верно? О, да. Кто тогда будет главой закона греха и смерти? Сатана. И все царство тьмы, все бесы ада, все они вот здесь. Поэтому вы можете поместить дьявола сюда, а Иисуса сюда. И Иисус не идет сюда, чтобы взять что-то из этого и навести на вас, чтобы чему-то вас научить. Послушайте, это ложь из ада. Это никогда не было и не будет правдой. Поэтому, когда вы видите эти два лагеря, вы думаете, да, я стою посередине, обладая правом выбора. О, это здорово, это пришло ко мне прямо сейчас. Аллилуйя. Я стою здесь посередине. У меня есть право выбирать. Я могу через веру действовать в законе духа жизни. Я могу через страх действовать в законе греха и смерти. И страх, каким мы его знаем, является результатом государственной измены Адама в Эдемском саду и его веры. понимаете, Адам был полным подобием и образом Бога. Он был точной, точной копией Бога. Аминь. Но когда Адам пал, он был духовно отсоединен от Бога и уже соединился с падшим ангелом. Все, что касалось его, развернулось на 180 градусов. Вера стала страхом, жизнь стала смертью, любовь стала ненавистью, и с ней нужно было иметь дело как с таковой. Поэтому страх это вера. Вы меня сейчас слушаете? Страх. Допустим, мы поднимаем это. О, здесь паук, черная вдова. Это вера в этого паука. Вы это понимаете? Это вера в способность этого ядовитого насекомого причинить мне вред. то есть вы можете видеть веру в способность опасного животного, в способность болезни убить меня. Это страх. Итак, это та же самая сила, и я снова использую это. Скажем, это компас. компас. Хорошо. Север противоположен, прямо противоположен югу, но они оба являются направлениями компаса. вы это видите? У севера и юга общее то, что они являются частью девиационного круга компаса. Но как направления они прямо противоположны. Страх это духовная сила, вера это духовная сила, и одно и второе это вера. Одно из них это вера в Бога, а второе вера в проклятие. Мы сегодня кое-что узнали. Слава Богу. И поэтому когда вы думаете об этом, мы знаем, что законы веры заявляют следующее. Вера приходит от слышания, а слышание от слова Божьего. Хорошо. И это также говорит нам о том, как приходит страх. Страх приходит от слышания, а слышание от лжи дьявола. Поэтому когда вы размышляете над лжей дьявола, к вам приходит страх. Если вы размышляете над истиной Божьей и Словом Божьим, к вам приходит вера и наше время, которым является послание к римлянам 3.27. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Есть законы, которые управляют делами. И это отдельная тема для изучения. У нас, конечно, на этой неделе не будет времени, чтобы поговорить об этом, но я хотел, чтобы вы это увидели. Нет. Но законом веры. И затем мы, конечно же, читаем 8 главу римлянам. Второй стих. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Итак, это весьма конкретные и мощные духовные законы. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе. Закон греха и смерти. Эти законы работают, когда они приведены в действие. они работают каждый раз, когда они приведены в действие. И как люди годами методом проб и ошибок пытались открыть законы, которые управляют электричеством, законы физики и так далее. И законы Духа сотворили законы физики. Вы можете это видеть? Именно поэтому законы физики отражают духовный закон, потому что именно духовный закон сотворил их. Например, законы, которые управляют помазанием Божьим. Помазание течет. И вера течет как духовная сила, подобно тому, как электричество течет как естественная сила. Но вы должны соблюдать эти законы, иначе они не будут правильно работать. Если вы не соблюдаете законы, которые управляют электричеством, это очень опасно. Оно вообще не работает. Что же самое справедливое в отношении законов духа? И они работают для всякого, кто верит, для всякого, кто скажет «Горисия и слава Богу». Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Поэтому эти законы нужно изучать, и понимание их приходит не из естественной сферы, оно приходит из Слова Божьего. Вот где они раскрыты, и мы уже говорили о том, кто имеет веру Божью, о которой говорил Иисус в Марка 11, 23, сказав «имейте веру Божью». «Имейте В некоторых переводах Библии это переведено как «имейте Божий вид веры». «Имейте веру Божью». Дословно он сказал «имейте веру Бога». И мы достаточно подробно разобрали это на прошлой неделе, говоря о том, что когда мы родились свыше, Божья вера была вложена в нас. Была вложена в нас. Та же самая мера веры. Это та же самая мера веры Иисуса. И она в каждом рожденном свыше верующим. Мы рассмотрели все места Писания. Римлянам 10, 6-17. Римлянам 12, 1-3. 1-5. Сия есть победа, слава Богу. И Фессианам 2-8. Затем мы увидели во втором Фессалонкийцам 3-2, что апостол Павел сказал, «Молитесь за нас, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Речь идет о мужчинах и о женщинах, о человечестве, люди, которые не родились свыше. В их духовном человеке нет веры Божьей. Там есть человеческая вера, поскольку вы видите определенные вещи, которым вы верите, и вы ведете себя соответствующим образом. Но мы говорим здесь не об этом. Мы говорим о вере Божьей, которая не является умственной силой. это не физическая сила. Это духовная сила, которая поднимет гору и ввергнет ее в море. Слава Богу. Аллилуйя. И она управляема и контролируема. И мы увидим, разбирая это дальше, что вы ее используете. Праведный верою жив будет. Это значит, что мы используем нашу веру как инструмент. Именно так мы получаем средства к существованию. В Царстве Божьем мы не зарабатываем на жизнь. Нет, нет. Мы работаем не для того, чтобы заработать. Мы спасибо тебе, Господь. Я не знал, что мы так далеко зайдем. Но апостол Павел написал в послании к ефесянам. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, послушайте, чтобы было из чего уделять или давать. Потому что ваши средства к существованию приходят от вашего даяния, начиная с вашего отделения десятины. Аминь. Вы можете это видеть? Итак, мы работаем не для того, чтобы заработать на жизнь. Мы работаем для того, чтобы давать в Царство Божье. Потому что Иисус сказал, ищите же прежде Царства Божьего и праведности Его, Его путей того, как и что Он делает. И это все приложится вам. Что ж, Он приложит вам намного больше, чем вы можете заработать. Спасибо тебе, Господь. Мне трудно оставить эту тему, но так я забегаю вперед. Итак, давайте вернемся сюда и разберем это более подробно. Меня это привело в такой восторг. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Итак, кто может это использовать? У кого есть библейское право использовать веру Божью? Ну, я не знаю, брат Копланд, знаете, я просто старый грешник, спасенный благодатью. Нет, вы были старым грешником, но вы спаслись благодатью. Теперь вы чадо живого Бога, и внутри вас вера Божья, которая ждет, когда вы соедините ее с Божьими обетованиями и будете преуспевать и здравствовать. Итак, Марк 11, 23. Мы уже говорили об этом, но давайте откроем его, чтобы оно было у нас перед глазами. Классическое учение о вере, потому что его преподал сам Иисус. Аллилуйя. Марк 11, 23. «Ибо истинно говорю вам, если кто, вот оно, если кто скажет горе сей». А перед этим он только что сказал, «Имейте веру Божью». Итак, любое рожденное свыше чада Божье, фактически, не только рожденное свыше, любой живой человек имеет право использовать веру Божью и родиться свыше. Аминь. Да. Иисус для того и пришел, чтобы обеспечить это. Итак, давайте посмотрим третью главу Деяний. Это сильная вещь. Сильная. Это откровение. Деяние третья глава. И мы посмотрим на 12 стих. Это случай с храмым у красных дверей храма. И Петр с Иоанном подошли, взяли его за руку и сказали, «Посмотри на нас во имя Иисуса, встань и ходи». Он вскочил и побежал в храм. И Петр увидел это. Он, отвечая, сказал, «Нет, спасибо тебе, Господь, я сделаю это». 11 стих. «И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». Итак, подождите минутку. Народ был не в великой вере. Он был в великом изумлении. Это было чудо. Это было чудо и знамение. Чудеса не приносят веру. Люди думают, что приносят, но они ее не приносят. Я имею в виду, что если бы Бог поднял крышу этой телевизионной студии, подержал ее 15 минут в воздухе, потом вернул ее на место, подключил обратно все коммуникации, кто-то бы сказал, «Ну, вот что я вам скажу». Крыша не была закреплена, и это сделал ветер. Чудеса не приносят веру. Они заставляют людей изумиться. У меня должна быть действительно сильная вера, потому что, понимаете, брат Коплант, в моей жизни произошло столько трагических вещей, и я продолжал думать, что это будет созидать во мне веру. Что ж, это потому, что вы не знаете законов, которые управляют верой. Римлянам 10-17. Не забывайте, это наш учебник, да. Понимаете, электрик, когда он учился в школе электриков, чтобы узнать законы, которые управляют электричеством, у него был учебник. Когда я пошел учиться в летную школу, я должен был узнать законы аэродинамической подъемной силы. Что у меня было? У меня был учебник. Кто-то сделал всю работу и открыл эти законы. С годами технологии развились, а эти законы не изменились. Люди больше узнали. Аминь. Поэтому это учебник по вере. Это учебник по законам духа, которые сотворили все остальные законы. И в нем говорится, вера приходит от слышания от Слова Божьего. И изучая его, вы увидите, какое место занимает размышление в том, что касается вашей веры. Очень важно размышлять над Словом Божьим. Это настолько важно. Но в Римлянам 10.17 говорится о проповедуемом под помазанием Слове Божьем. Слова, которые звучат сейчас, когда вы соединяете и растворяете своей верой эти слова, приходит вера. Приходит вера. Поэтому говорите своей вере. Скажите, давай вера. Давай вера. Ухватись сейчас за это. Итак, что ж, хорошо. Размышляя над Словом Божьим, вы берете место Писания и просто думаете о нем целый день. Да, хорошо. Аминь. Я во Христе Иисусе. Как это меняет мою жизнь? Ранами Его вы исцелились. Слава Богу. Если я исцелился, значит, я сейчас исцелен. Да. Хорошо. Как это меняет? Как это меняет мою жизнь? Я исцелен. Тогда что я делаю? Лежа здесь, в этой больничной кровати. Что мне нужно здесь делать? 11 глава Марка. Марка 11, 24. Да. Все, чего не будете просить молитвы, верьте, что получите, и будет вам. О, я вижу, что я должен делать. Я должен верить, в то время, как я все еще лежу здесь. Я должен верить, что я исцелен. Я должен говорить это своими устами, в то время, как эта боль все еще есть в моем теле. Я вижу, что я должен делать. Что вы делаете? Вы размышляете над Словом Божием, и Дух Божий дает вам способность для веры. Аминь. И по мере того, как эта способность возрастает, и чем больше вы читаете вслух эти обетования, и чем больше вы смотрите эти передачи, и чем больше вы посещаете служение, и вы должны быть в церкви, которая учит и проповедует веру. Слава Богу. Я не буду сейчас на этом останавливаться, но это настолько жизненно важно. Праведной верой жив будет. Невозможно угодить Богу без веры. Это ставит веру на первое место в списке. Такое впечатление, что Богу невозможно угодить. Нет, 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 подождите минутку, нет. Ибо Богу угодно, и Он благоволит дать вам царство, сказал Иисус в Евангелии от Луки. Слово Божие также говорит, что Богу угодно, Ему доставляет удовольствие, и вы должны постоянно это говорить. Ему доставляет большое удовольствие процветание Его народа. Это доставляет ему. Благодать доставляет Богу удовольствие. И вера является связующим звеном со всем этим. Вернемся к этому. Народ был в великом изумлении, и они пока еще не услышали никакого слова. Но если вы изучите это, когда Петр встал и начал проповедовать Слово Божье в 4 стихе 4 главы, та же самая ситуация, та же самая ситуация, ситуация, я даже не знаю, что это, оговорился, но здесь та же самая ситуация. Многие же из слушавших Слово уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч, в чем была разница? Они увидели человека, и они были в изумлении, а когда Петр встал и начал проповедовать, тогда это изумление переросло в веру, потому что они уверовали в то, что он сказал, и его слова были помазаны, и пришла вера. Замечательно. Но давайте вернемся к тому, что Петр сказал. Увидев это, что они в изумлении, Петр сказал народу, мужи израильские, что удивитесь всему, или что смотрите на нас? Вы слушайте сейчас. Настроите свои улавливатели. Слово Божье собирается нам кое-что сказать. Что смотрите на нас, Петра и Иоанна? Как будто бы мы своею силой или благочестием это произошло не потому, что Петр и Иоанн были апостолами. Это произошло не из-за их призвания. послушайте сейчас внимательно. Потому что дьявол будет пытаться так вам и говорить. Так что не слушайте его. Он лжец и отец лжи. Что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит. ходит. И затем Петр начинает проповедовать это послание. Бог Авраама и Исаака и Якова, Бог отцов наших прославил сына своего Иисуса. И вы после этой передачи возьмите и изучите это. Но сейчас ради экономии времени давайте сразу перейдем к 16 стиху. И вот оно. И ради веры во имя Его. Итак, видите это слово вера? Вовлечена вера. Это сделало не благочестие и святость Петра. Это сделало не его призвание. Это сделало не благочестие Иоанна. Это сделало не его призвание и не тот факт, что они были апостолами. Это произошло потому, что они были верующими. В них была вера Иисуса. Фактически позже Петр напишет в своем послании. Я пишу принявшим с нами равноверу. Слава Богу. Разве это не сильно? Конечно сильно, потому что мы во Христе. Мы рождены свыше. Это то, что Петр написал в первой главе первого Петра. Возрожденные не от тленного семени. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это. Откройте это место. Не закрывайте то место в книге Деяний. Это важно. Пусть это будет у вас перед глазами. Я цитирую все это, но знаете, иногда я делаю это слишком много. И нам нужно уделять время тому, чтобы открывать эти места и читать их. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. Вы уже там? Хорошо. Возрожденные. Если у вас есть тезисы, подчеркните это, обведите это. Это настолько важно. Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век. Когда вы родились свыше, в ваш дух вошло то же самое семя Слова, которое воскресило Иисуса из мертвых. И в том семени, позвольте мне вам кое-что сказать, внутри этого плода есть семя. Все, чем является этот плод, дерево, на котором он вырос, вся ДНК этого лимона, дерево, которое его произрастило, все находится в одном из его семян. Аминь. И семя Слова Божьего, если вы не получили то же самое количество веры, которое получил я, если я не получил то же самое количество веры, которое есть у Иисуса, который является автором и тем, кто развивает нашу веру, тогда мне попалось тленное, испорченное семя. Послушайте, а это ложь. Вы знаете, что это не так. Поэтому мы снова возвращаемся сюда. И он сказал, и ради веры во имя его, имя его укрепило сего, которого вы видите. И знаете, и вера, которая от него даровала ему исцеление сие пред всеми вами. И на тот случай, если это не прояснило это для вас, слава Богу, давайте обратимся к первому Иоанну, и позвольте мне кое-что у вас спросить. Что является законом тела Христова? Что по-вашему? Закон любви? О, да, верно. Что мы любили друг друга? О, да, верно. Что ж, почти верно. Посмотрите на это. 1 Иоанна 3, 23. А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Скажите, что у вас нет веры для имени Иисуса? Слава Богу, вам было заповедано иметь ее. Это означает, что она там. Если Бог заповедал вам это делать, а вы бы не могли это сделать, тогда Он был бы несправедлив. Нет, это невозможно. Наш Небесный Отец наш дорогой Господь Иисус дал нам свою веру и свое имя. Аллилуйя. Давайте прочитаем наше базовое местописание для прошлой и этой недели, которым является Римлянам 3, 27. Давайте прочитаем 26 стих. Нет, у вас когда-нибудь так бывает? Вы только собираетесь прочитать один стих, как предыдущий тоже выглядит таким хорошим. Да, а перед ним стих тоже выглядит таким хорошим. Да, а перед ним стих тоже выглядит таким хорошим. Давайте вернемся к 21 стиху. Но ныне независимо от закона явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда или праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Итак, заметьте, что это вера, вера Иисуса. Это вера, которая есть нас. «Мы были рождены свыше неотленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век». Вера Божья была в том семени, которое Духом Святым вошло в наш Дух и родило нашего духовного человека заново. Вера от Духа, от сердца, а не от разума и не от тела. Аминь. Итак, давайте посмотрим на это еще раз. Правда или праведность Божья через веру в Иисуса или через веру Иисуса. Можно перевести это и так. Итак, и оба варианта правильные. «Во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе». Позвольте мне вам кое-что здесь показать. Это один из наиболее известных стихов религии. Христианство это не религия. Вы меня слышали? Из христианства сделали разные религии, но христианство это отец и его семья. Это не религия. Но как многие из вас слышали, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Да, мы просто старые грешники, спасенные благодатью. А некоторые из нас даже не спасены благодатью. Ну же. Но когда вы просто вырываете оттуда этот стих и бросаете его в кого-то, это порождает осуждение. Но посмотрите на его контекст. Правда или праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех. Что ж, я часть этого, а вы? Да. И на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание или будучи сделанными праведными даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе, слава Богу, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру. Вот снова вера. У вас есть вера в кровь Иисуса? У меня точно есть. Аминь. «Для показания правды или праведности его в прощении грехов». В оригинале там используется даже не слово прощения, а отпущение, аннулирование. Отпущение означает полное их удаление, соделанных прежде во время долготерпения Божьего, к показанию правды или праведности его в настоящее время. «Доявится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Так что вера действует по духовным законам. И затем 8 глава Римлянам. Второй стих. «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Теперь я могу видеть, зачем Господь повел нас прочитать все это сегодня. Потому что то слово, которое говорит «все согрешили и лишены славы Божьей», нет различия. Это означает, что вера будет работать для каждого, кто приведет эти законы в действие. Нет такого понятия, как вера, которая не работает. Нет такого понятия, как слово Божье, которое не работает. есть неправильное применение слова Божьего, что не будет работать. Есть неправильное применение веры или просто потому, что вы думаете, что оно должно быть таким образом. Я слышал это. Я уже упоминал об этом на этой неделе, поэтому не буду повторять это снова. Я слышал это в подростковом возрасте, когда рос в церкви. Я слышал это. И у меня тогда все еще было такое представление, даже когда я поехал учиться в университет Орла Робертса. Мне было 30 лет. Я совершенно не знал Писания. Я ничего не знал о Слове Божьем. Но у меня была жажда веры. Прошло два или три дня, как я родился свыше. Я помню, как я читал 11 главу послания к евреям. «Верой, верой, 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 без веры, верою Авраам, верой, 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 без веры, верой». Я сказал, «Глория, посмотри на это». Да это галерея славы. Галерея героев веры. Слава Богу. Посмотри на это. Если мы только могли получить эту веру. Если бы мы только могли ухватиться за это, эй, она должна у нас быть. Понимаете, я ничего о вере не знал. Я не знал, где ее получают. Я не знал, как ее использовать. Я просто увидел, как кто-то ее использовал и подумал, «Эй, это здорово». И я продолжал. Я продолжал ходить в разные церкви, ища веру. Я слышал, как люди говорили, «Ну, вы должны иметь веру». Да, 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 давайте же. Хорошо, давайте, давайте. Да, аминь. Это то, что я говорил. Да, там, вот оно, прямо там, в 11 главе. И вот, что будет, если у вас есть вера. Да, верно, хорошо, хорошо. А вот, что будет, если у вас нет веры. Да, слава Богу. Затем мы приходили в следующее воскресенье, проповедник проповедовал о трех жабах в книге Откровения. И ожали в плоти Павла. А что случилось с верой? Смели я что-то о ней сказать. Не могли бы вы мне сказать, как получить веру? Я хочу сейчас об этом узнать. Я могу видеть это здесь, в 11 главе евреям. И мне нужно получить веру. О, молодой человек, вам нужно быть осторожным. О, ну же. Я не хочу быть осторожным. Я хочу об этом узнать. Аминь. Наконец, я оказался в обществе некоторых людей, которые знали, что такое вера. Слава Богу. В числе первых были Хилтон Саттон, Чарльз Роджерс, слава Богу. И я видел, что у этих людей была вера. Я наблюдал за их жизнью. Но я пока еще не был на том уровне. Я никогда не слышал, чтобы кто-то из них сел и учил об этих законах. Но затем, когда я послушался Бога и поехал в университет Орла Робертса, я наблюдал за тем, как брат Робертс целенаправленно использовал свою веру. И он говорил мне, «Кеннет, не прикасайся к ним, к тем, за кого молишься, пока ты не будешь готов высвободить свою веру». Я начал понимать. Я подумал, посмотри на него. Он использует веру, как механик, использует инструмент. Использует ее целенаправленно. Механик подходит к ящику и берет тот инструмент, который ему в данный момент нужен. Именно тот гаечный ключ, который ему нужен. И применяет его. Орл Робертс сделал то же самое со своей верой. И он не учил на тему веры, он ее использовал. А я в то время ездил вместе с ним. И я смотрел, как он это делает. Но затем Господь соединил нас с Глорией с братом Канетом Хейгеном. О, слава Богу! Он начал учить нас о том, что такое вера, как вера высвобождается. Марка 11, 23 и 24. Слава Богу! Аллилуйя! Первую запись его проповеди я услышал в 1967 году. Я был в доме моей мамы. Я сидел на полу в небольшой комнате и слушал эту запись. Это привело меня в такой восторг. Слава Богу! Это вошло в мой дух. Я получил это откровение о непогрешимости и честности Божьего Слова. Слава Богу! Это голос Божий. Это слова Бога, обращенные ко мне. И затем, чем больше я узнавал, тем больше я понимал это. в начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. О, это слова Бога, обращенные ко мне. И я могу верить в это. В непогрешимость. Честность этого слова. В абсолютную честность записанного Слова Божьего. Что оно является таким же проявлением Бога. Я говорю вот об этом записанном договоре с Богом. Что это такое же проявление Бога на земле, как Отец, Сын и Дух Святой. Да. И я могу положиться на Него. Я могу стоять на Нем. И затем я увидел это. Посмотрите на это. Римлянам 10-17. Итак, вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Именно так приходит вера. Да? Слава Богу! И затем я узнал, что она уже у меня есть. Она уже во мне. Мне не нужно молиться и просить у Бога веру. мне не нужно молиться и просить у Бога больше веры. Нет, там ее больше, слава Богу, чем я сейчас знаю, как ее использовать. Аллилуйя. Это вера Божья. Я просто начал восклицать, ликовать и кричать от счастья. с тех пор я это и делаю. Фактически, по правде говоря, оно снова на меня сошло. Слава Богу! Как и тогда, 50 лет назад. Я в таком восторге от этого в своем духе. Слава Богу! И затем мы узнали, понимаете, в Римлянам 10-17 говорится, что вера приходит от слышания, от слышания, от слова Божьего. Именно так она приходит. Это часть законов веры. Это то, что работает. Любой может привести это в действие. Кто приведет это в действие? Ну, я просто верю, что вера приходит от тяжелых ударов, от жизни и от прохождения через трудности. Ну, знаете, у вас есть свободный выбор. Вы можете выбрать верить в это, верить в эту идею, но оно не работает, поскольку это ложь. Вы называете меня лжецом? Нет, я называю лжецом ту личность, которая сказала вам это. Знаете, я... Что ж, вы можете обижаться и злиться на меня, если хотите. Но это не работает, не так ли? Ну, иногда это просто не воля Божия. Понимаете, это еще одна ложь, уложенная на другую ложь, потому что если вы не знаете законы, которые управляют этим, вы будете верить подобного рода вещам. Но когда вы понимаете, что это то, как оно работает, это учебник. Ну, брат Копланд, вот во что верю я. Хорошо, если бы я был электриком, и вы бы подошли и сказали, брат Копланд, вот во что верю я. Я заметил, что вы подключаете зеленый провод сюда, а красный провод сюда. Но знаете, я могу сказать вам кое-что о зеленом цвете. Я могу сказать вам кое-что о красном цвете. Я просто верю, что если вы подключите туда красный провод, оно будет лучше работать. что же сами это делаете я не буду этого делать потому что вы хотите вы хотите чтобы из вас повалил дым когда вы хотя давайте пожалуйста вы так разбирайтесь в красном и зеленом возьмите сделать это почему о чем я здесь говорю если вы почитаете учебник по электрике он скажет вам что красный провод подключается туда а зеленый провод подключается туда и вам лучше не подключать их наоборот они подловят вас где-то в комнате или вообще не будут работать почему из-за законов физики законов которые управляют тем как течет электричество законы духа управляют тем как течет вера и когда вы спутываете их вы вовлекаете страх когда вы вовлекаете другие духовные законы греха и смерти 8 глава римлянам закон духа жизни во христе иисусе освободил меня от закона греха и смерти но когда вы спутываете их они не работают послушайте они не работают брат коп он знаете я помолился и все такое и я знаю что библия говорит это но я просто не чувствую что получил что-то библия не говорит а вы спасены пока чувствуете себя спасенными нет 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 почитайте десятую главу римлянам праведность от веры так говорит поэтому праведность которая от веры веры иисуса христа мы читаем это там если устами твоими будешь исповедовать иисуса господом и сердцем твоим веровать что бог воскресил его из мертвых то спасешься потому что сердцем веруют это вера к праведности а устами исповедуют ко спасению ибо писание говорит всякий верующий в него не постыдится здесь нет различия между иудеем и эллином потому что один господь у всех богатый для всех призывающих его ибо всякий кто призовет имя господне спасется да но я просто не чувствую что получил что-то там ничего не говорилось о чувствах потому что вы пытаетесь смешать веру с плотью но вы пытаетесь смешать веру божью с естественной человеческой верой естественная человеческая вера верит тому что она видит и что она слышит и на основании этого принимает определенные решения и это правильно в умственной плотской сфере я имею ввиду что когда вы видите что по дороге едет грузовик вам нужно в это верить если вы заходите в комнату и видите стул со сломанной ножкой не садитесь на него это то как работает естественная человеческая вера и она верит тому что она видит она верит тому что она слышит и что она чувствует берет информацию из естественного мира и на основании ее принимает определенные естественные решения но когда вы переходите в сферу духа понимаете фома пытался это сделать в двадцатой главе евангелия ты она после того как иисус воскрес из мертвых другие ученики иисуса пришли сказали ему мы видели иисуса он жив фома сказал нет я не буду этому верить я не поверю это было решение его воли которая тоже может думать я не буду этому верить пока не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его иисус пришел к ним туда слава богу и вдруг фома увидел его и иисус сказал фома вложи руку твою в эту рану посмотри на мои руки подай руку твою и вложи в ребра мои фома сказал господь мой и бог мой чему он поверил тому что он мог увидеть и тому что он мог почувствовать но он пока еще не поверил ничему в своем духе он не использовал ни грамма веры он пока все еще использовал свои естественные физические чувства чтобы чему-то верить иисус сказал ты поверил он сказал фома перестань быть неверующим ты поверил потому что увидел благословлены не видевшие и уверовавшие до тех пор пока вы так верите вы используете закон дел вы верите тому что вы можете чувствовать и видеть я могу видеть и чувствовать эту сыпь на моей руке поэтому должно быть я не исцелен до тех пор пока вы это делаете нет ничего что могло бы это изменить но как только вы принимаете решение нет нет я верю слово божьему которая говорит ранами его вы исцелились и так я верю этому как только вы это сказали как только я выбираю верить этому как только я выбираю верить что нет различия между иудеем и еленом ибо всякий кто призовет имя господне спасется отец я верю этому всем своим сердцем и я говорю это своими устами я спасен ваши чувства нисколько не изменились более того вы до этого никогда не были спасены откуда вы знаете как вы должны как вы должны чувствовать но я верю этому потому что ты это сказал вера приходит от слышания а слышание от слова божьего вы поверили этому в своем сердце вы сказали это своими устами и вы подкрепили это соответствующими действиями слава богу я верю что я спасен я принимаю также духа святого потому что слово божий говорит что он мой и когда речь о том что ранами его вы исцелились как только вы сказали это своими устами я верю этому в своем сердце чтобы кто не говорил я верю что я исцелён он не будет мне лгать я исцелён моя вера говорит что я исцелён и я исцелён и так что происходит вашем духовном человеке вера приведена в действие вера была высвобождена как только вы это сказали ваша физическая плоть пока еще не может этого почувствовать да ну брат копан посмотрите это не правда я не исцелён нет вот это не является истиной это сыпь или чтобы там ни было это не является истиной это естественный физический факт вот истина он это сказал поэтому я говорю то что сказал он я вкладываю его слово в свое сердце в свои уста в свое сердце в свои уста я размышляю над тем фактом что я сейчас исцелён я продолжаю исповедовать это я продолжаю ходить в этом я не иду с этим на компромисс слова в которые я верю слова которые говорю удалят этот факт истина сделает вас свободными от этого факта и наше время подошло концу мы вернемся через минуту вы исцелены вы слава богу давайте еще раз прочитаем наше базовое место писания в 3 главе римлянам 27 стих где же то чем бы хвалиться уничтожено каким законом законом дел нет это в сфере плоти нет но законом вера и так вера управляется духовным законом и чтобы подкрепить это мы читаем римлянам 82 потому что закон духа жизни во христе иисусе освободил меня от закона греха и смерти когда вы привели в действие закон духа жизни во христе иисусе вы родились свыше и закон духа жизни взял верх и удалил закон греха и смерти и сатана ничего не мог с этим поделать и он работает для любого слава богу кто приведет его в действие и мы говорили об этом обращаясь к 10 главе римлянам слава богу римлянам 12 1 3 1 иоанна 5 1 5 сия есть победа победившая мир вера наша внутри духа каждого рожденного свыше чада божьего прямо сейчас есть вера божья и вам не нужно молиться они вам не нужно искать ее еще дополнительно мы поговорим об этом позже но когда ученики ученики иисуса сказали умножь нашу веру он ответил сейте ее и она будет расти помните иисус сказал все царство божье он сказал если вы можете понять эту притчу вы сможете понять все остальное все царство божье подобно тому как если человек посеет семя в землю и это семя вырастает и вы пожинаете его урожая все работает как сеяние и жатва ухватить из-за это потому что это духовный закон который управляет царством божьим если вы хотите получать любовь сейте любовь задумайтесь об этом иисус сказал поступайте с другими так как вы хотите чтобы они поступали с вами это духовный закон потому что как вы поступаете с другими именно так другие будут поступать с вами хорошо и мы увидели во втором фессалоникийцам 3 2 лукавые люди ибо как сказал апостол павел не во всех вера 12 глава римлянам с 1 по 3 стихи он же обращаясь к церкви в риме написал бог уделил каждому меру веры и так что здесь происходит он написал я пишу это всякому из вас и так всякому из вас была дана эта вера мера веры вера божья это доказывает нам что вы должны быть рождены свыше чтобы внутри вашего духа была вера божья я снова хочу напомнить вам что законы духа действуют в духе иисус сказал что от духа то дух что от плоти то плоть законы плоти это законы дел законы духа это законы духа жизни во христе иисусе аминь именно поэтому вы опираетесь в этом на слово бога если его слово говорит делай это и получишь это тогда не имеет никакого значения что вы по этому поводу чувствуете ваши чувства придут соответствие аминь чем больше вы ходите в вере и вера приходит слава богу она вера в конечном итоге изменит ваши чувства слава богу хорошо и затем мы поговорили немного о том кто может использовать веру божью кто наделен правом использовать это кто наделен правом что ж иисус сказал имейте веру божью и дальше в этом же 23 стихе 11 глава марка он сказал если кто скажет поэтому любой неважно если вы человек вы наделены правом использовать веру божью потому что вы можете каждый может каждый кем бы вы ни были вы можете взять веру божью слово божье поверить ему и родиться свыше и именно тогда она входит внутрь вас и остается с вами навечно это живое слово божье в 3 главе деяния мы увидели в двенадцатом и шестнадцатом стихах что петр сказал мы не своим благочестием сделали то что это человек ходит но это произошло благодаря вере в имя иисуса затем мы читали в 3 главе 1 и она давайте посмотрим на это еще раз я хочу чтобы вы увидели это своими глазами это очень-очень важно если вы скачали тезисы то там это будет 1 и она 3 23 а заповедь его то чтобы мы любили друг друга нет а заповедь его та чтобы мы веровали во имя сына его иисуса христа и любили друг друга как он заповедал нам и так нам заповедано иметь веру в это имя хорошо евреям 11 6 без веры угодить богу невозможно бог бы не говорил что ему невозможно угодить без веры если бы у нас не было вера с которой вы можете угождать ему слава богу мы подключились к этому закону спасибо тебе господь разве это не здорово так говорит закон вера понимаете в чем суть позвольте мне проиллюстрировать это так я научился этому много лет назад я неоднократно упоминал вам об этом на прошлой неделе я хочу снова поговорить с вами об этом на этой неделе если бог говорит вам что то делать тогда например как он сказал нам начать ежедневные телепередачи боже мой я думал что я уже был занятым я проповедовал по всему миру в то время я проповедовал практически семь дней в неделю и я сказал господь что я буду делать что как я смогу это делать я должен был научиться и после этого я действительно научился если он говорит вам что-то делать это наделяет вас правом и уполномочивает вас делать это брат копунт я не могу это делать я это знаю разве это не удивительно потому что когда вы сказали да господь я в твоем распоряжении вы были наделены силой это делать это то что заставляет веру возрастать это то что заставляет вас растягиваться и укрепляться Его могущественным духом, Его могущественной силой в вашем духе. Слава Богу! Вы внутри становитесь больше, чем вы снаружи. Это также означает, что Он высвободил все необходимые деньги, чтобы делать это. Потому что, понимаете, все, что Он когда-либо призывал вас сделать, оно уже в славе, оно уже на небесах, оно уже было отведено и определено вам. Вы богаче, чем вы можете попросить или помыслить. Согласно третьей главе Ефесяна. Это уже сделано. Но если вы не растягиваете свою веру, если вы не готовы и не хотите слушаться, вы никогда там не окажетесь. Вы никогда не подниметесь выше того уровня, на котором сейчас находитесь. Если вы всегда делаете только то, что вы уже можете делать. И это не приносит Богу никакой славы. Просите Его об этом. Бог, скажи мне сделать что-то. Дай мне поручение. Я хочу давать больше, чем у меня есть. О, я никогда не буду так молиться. Ну, тогда оставайтесь на том уровне, на котором вы сейчас находитесь, потому что невозможно. Фактически у вас этого не получится. Вы не можете просто оставаться на том уровне, на котором вы находитесь. Вы начинаете откатываться назад. Прочитайте пятую главу послания к евреям. Обращаясь к тем людям, он сказал, «Вам снова, как младенцам, нужно молоко, ибо, судя по времени, вы должны были уже сами учить этим вещам». Что произошло? Они впали в неверие и отбросили свою бесстрашную веру. И начали деградировать и откатываться назад. Давайте обратимся к посланию к евреям, поскольку оно говорит, «У кого есть власть, ходите в вере». Евреям 4 глава. Я хочу, чтобы вы прочитали это в Евреям 4.2. «Ибо и нам оно, Евангелие, возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Поэтому каждый, кто слышал проповеданное слово веры, не религию, проповедуется много всего. Проповедуется много всего, что называют Евангелием, что не принесет веру. Это только порождает сомнение неверия, особенно если вы рождены свыше, и все в церкви рождены свыше. А вы снова и снова продолжаете проповедовать им о спасении и покаянии. Ваша церковь будет наполнена людьми, которые постоянно грешат и каются. Что ж, это пришло с небес, я не собирался этого говорить. Итак, внутри каждого, кому проповедовалось слово веры, есть вера Божья, если они растворили его верой. Аминь. Ваш дух, духовный человек. Вера — это плод духа, а не плод разума. Она не является чем-то умственным. Она исходит не от разума. Она не плод плоти. Она исходит не от тела. Вера приходит от слышания, а слышание — от Слова Божьего. И она возрастает во внутреннем человеке. И она высвобождается через слова уст. Она высвобождается сопровождающими ее действиями. Да-да, соответствующими. Соответствующими действиями. Спасибо тебе, Господь. Именно это слово и было мне нужно. Соответствующими. Она сопровождается соответствующими действиями. Быть слышателями Слова Божьего, но не исполнителями. Как сказал апостол Яков, это подобно человеку, рассматривающему свое лицо в зеркале, который отходит и забывает, как он выглядит. Почему? Он никогда не принимал решение выяснить, как он выглядит. Как-то раз Господь спросил у меня, «Канет, какой длины у тебя нос? Где-то такой». Он сказал, «Нет, сантиметрах или миллиметрах». И ответил, «Я понятия не имею, какой он длины». И Господь сказал, «Ты смотришь на него всю свою жизнь и не можешь мне сказать, какой он длины». Я понял это. Я никогда не принимал решение измерить его. Я вижу это, я смотрю на него. Но я не собирался измерять его и запоминать эту цифру. Поэтому я отхожу от зеркала и не знаю, какой он длины. Но я вам гарантирую, если вы возьмете линейку, измерите длину своего носа, запишите эту цифру и пару дней будете каждое утро на нее смотреть, то если кто-то снова спросит вас, «С какой длины у вас нос?» Вы ответите, «Я могу точно сказать вам, какой длины у меня нос». Почему? Потому что вы сделали такую глупость, как измерили длину своего носа. Но это то, о чем говорит Аков. Он сказал, «Но которые являются исполнителями слова и продолжают смотреть в слово закона». Слышите слово «закон»? Совершенный закон. Слово Божье. Совершенный закон свободы. Те, которые являются исполнителями слова, продолжают смотреть в слово закона, совершенного закона свободы, и они благословлены в том, что делают. Благословлены в том, что делают. Вы можете это видеть? Хорошо. Каждому, кто будет смотреть в слово Божье, совершенный закон свободы, приходит вера. Хорошо. Каждому, кому проповедовалось Евангелие, вы сейчас со мной, кто растворяет это Евангелие верой. Все то, что я говорю, все, что я говорил вам на этой неделе, на прошлой неделе, в отношении закона веры, если вы не вникаете в это, не обращаете на это никакого внимания, и просто продолжаете жить, как жили, ой, я чуть не умер от радости. Наверное, я никогда ничего не получу. Я не знаю, почему Бог меня не исцеляет. Что ж, вы продолжаете барахтаться в законах чувств, естественных дел и так далее. Вера не работает. Ну, понимаете, брат Коппан, для меня это не работает. Брат Коппан дочитал Марк 11, 23 о том, что я могу иметь, что я говорю, но понимаете, я вижу, что это для меня не работает. О, не работает? Нет, 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 нет. Я попробовал это говорение. Оно для меня не работает. Неужели? Да. Оно для меня не работает. Оно только что для вас работало. Вы получаете то, что говорите. Вы говорите это страхом, а не верой. Но вы говорите это, и законы Духа отрезали вас, потому что вы сказали, что для вас это не работает. Все те непослушные люди в пустыне говорили, Бог послал нас сюда умереть. Он послал нас сюда, чтобы убить нас. Мы умрем в этой пустыне. Мы умрем в этой пустыне. Мы умрем в этой пустыне. О, мы умрем в этой пустыне. Мы умрем, умрем здесь. Мы умрем в этой пустыне. Тут приходит Халев и Иисус Навин. Замолчите. Мы можем овладеть сегодня этой землей. Нет, мы не можем. Нет, мы не можем. Они исполины. Великана. Мы саранча. Мы не можем этого сделать. Тогда как истина была в том, что жившие там люди неописуемо боялись их. Народ израильский, потому что слышали, что произошло у Черного моря. Почитайте книгу Иисуса Навина. Рафф сказала, где вы были? Мы ждем вас. Наши сердца ослабели в нас, когда мы услышали о вас. Народ израильский мог овладеть той землей без единого выстрела. Но они же говорили, мы умрем в этой пустыне, 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 мы умрем. Бог сказал, хорошо, вы умрете в этой пустыне. А почему мы умерли в той пустыне? Потому что вы говорили это, глупцы. Простите меня. Неверившие. Аминь. Это законы Духа. Слова силой веры сотворили всю материю, все материальное. Так говорит Библия. Бог сотворил небо и землю из чего-то, чего вы не можете видеть. И это была вера. Мы видим это в 11 главе послания к евреям. Поэтому вы не можете это изменить. Мы живем в сотворенной словом, доминируемой словом среде. Будь то слова закона греха и смерти, или же слова закона Духа жизни во Христе Иисусе. Иисус – первосвященник нашего исповедания. Аллилуйя. Аминь. А дьявол – это пес, который сторожит ваше исповедание закона греха и смерти. И он является тем, кому вы позволили осуществлять это. Послушайте. Ну, я не знаю. Я умираю от радости. Мне до смерти хочется пойти. Похоже, о, я не знаю. Я думаю, что ничего из этого для меня не работает. Я этого не понимаю. Я не знаю. Знаете, я уже старею. И говорят, что когда вы начинаете стареть, с вами происходят две вещи. Я к этому прихожу, понимаете. Первое, что вы делаете – это теряете свою память. И хоть убейте меня, я не помню, что было второй вещью. Разве это не смешно? Это глупо. Вы только что приказали своему мозгу перестать работать. Вы только что приказали своей памяти подвести вас. Вы не старые. Нет, нет. Нормальная продолжительность жизни человека на земле, согласно книге Бытия. Разве это не первая книга в Библии? Хорошо. Бытие 6.3. Бог сказал, я больше не позволю людям так долго жить. Теперь их обычная продолжительность жизни будет 120 лет. Ну, я никогда такого не слышал. У меня есть эта книга. Когда Писание говорит, долготою дней и насыщу его, это должно на чем-то основываться. Бог основывает это не на 70 или 80 годах, о которых можно читать. Нет, нет. Это было сокращение продолжительности жизни из-за того проклятия, которое пришло на них в пустыне. И Бог сказал, вы умрете в этой пустыне. Никто, кому сейчас больше 20, не выйдет из этой пустыни. И не имело никакого значения. Было им 70 или 80. А они не должны были выйти оттуда. Эта Библия говорит, их кости пали в пустыне. Почему? Они говорили это. Всех. Кроме Иисуса Навин и Халева. Это парни веры. Они просто продолжали говорить. Слава Богу, я доживаю до этого, чтобы мы могли овладеть той землей. И Халев говорит, мне 84. Бог сохранил меня и дал мне мою гору. Я овладею ею. Я так же силен, как я был в 40 лет. Слава Богу, я могу это сделать. То же самое делал Иисус Навин. И они овладели той землей. Аминь. Понимаете, у вас нет права говорить, если вы являетесь рожденным свыше верующим, рожденным свыше чадом Божьим. Ну, я как-то не слишком думаю о том, чтобы жить 120 лет. Что вы или я, или кто-то другой о себе возомнил, чтобы иметь право изменять то, что уже сказал Бог? Послушайте, если вы ухватитесь за это, это такое же Слово Божье, как и ранами Его вы исцелились. Если вы ухватитесь за это и не будете идти с этим на компромисс, и начнете говорить это своими устами, я верю в это, что бы с вами ни было. Возможно, вам осталось жить неделю. Знаете, во имя Иисуса я запрещаю этому. Я запрещаю этой смерти. Я запрещаю тому, что сейчас в вас происходит. Уткнитесь в Бытие 6.3, уткнитесь в 1 Петра 2.24, и пусть это будет у вас перед глазами, входят ваши уши, вкладывайте это в свои уста, и это начнет созидать веру. Это начнет созидать веру. Слава Богу, я вам гарантирую. Ваш внутренний человек будет производить закон Духа Жизни во Христе Иисусе. Вера приходит от слышания. Вера приходит от слышания. Оно выходит из ваших уст и входит в ваши уши. И этот закон 120 лет начнет приводиться в действие и говорить, «О, я вижу, да, мы должны делать то, что сказал Бог. Мы должны делать то, что сказал Бог. Он вышвырнет из вашего тела эту немощь и болезнь». Аминь. И вы подниметесь из этого и скажете, «О, я узнал, что я, оказывается, и близко не такой старый, каким себя считал». Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Я знаю, о чем говорю. Я сам это пережил. Я знаю, о чем я говорю. Аминь. Мне исполнилось 80 лет. Слава Богу. Мне некогда отходить от дел. Я нахожусь в лучшем духовном состоянии, в лучшем умственном состоянии, в лучшем физическом состоянии, чем я был 20, 25 лет назад. Аминь. Давайте обратимся к нашему базовому месту Писания. В 3 главе Римлянам, в нашем изучении закона веры. Римлянам 3, 27. «Где же то, чем бы хвалиться?» Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. И затем, конечно же, мы читаем в 8 главе. Римлянам во 2 стихе. Давайте сейчас прочитаем этот 1 стих. Мы неоднократно читали его. Вы все больше, больше и больше понимаете это. Первый стих действительно, действительно обращается к вам. «Итак, нет ныне». Вы замечаете, что вы не можете сказать ныне о чем-то, что было какое-то время назад. Каждый раз, когда вы говорите «ныне», это «ныне», это «сейчас». «Итак, нет ныне» никакого осуждения тем, которое во Христе Иисусе. Помните, мы говорили о том, что в Новом Завете 130 раз встречаются фразы «во Христе», «в Нем» или «в Котором». Аминь. Что ж, это одна из них. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. «Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Остановитесь прямо сейчас и скажите «Отец, я верю в это». Скажите это вслух. «Я верю в это, и я беру это прямо сейчас». Прямо сейчас. Ну же. Не начинайте сейчас хвататься за старое и тянуть меня назад. Что бы вы ни сделали, что бы дьявол не пытался навесить на вашу жизнь. Кровь Иисуса уже была пролита. Слава Богу. Поэтому примите это. Что вы делаете, брат Копланд? Я жду, когда вы примите это. Аминь. В вас сейчас нет никакого осуждения. Скажите «сейчас». Сейчас. 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 Каждый раз, когда вы говорите это, это относится к тому, что есть прямо сейчас. Это прямо сейчас. Господь, мне нет никакого осуждения, потому что я не живу по своей плоти. Мне не важно, как чувствует себя на этот счет моя плоть. Я уже вижу закон Духа жизни во Христе Иисусе. Я во Христе Иисусе. Я во Христе Иисусе. Я не живу по своей плоти. И моя плоть испытывает чувство вины и все такое. Но! Я исповедал перед тобой этот грех, и Писание говорит, что ты верен и праведен, чтобы простить мне мой грех и очистить меня от всякой неправедности. Я беру это сейчас. Чувство? Вы просто приходите в соответствии с этим. Сатана, замолчи, убирайся отсюда. Я верю, что получаю это. Слава Богу! Это мое! Это мое сейчас. Скажите это еще раз. Сейчас! Сейчас! Начинает становиться хорошо, не так ли? Аминь. Но я не знаю. Что ж, это ваш выбор. Аминь. Хорошо, давайте продолжим. «Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Итак, духовные законы, которые управляют всем. законы Духа во Христе Иисусе имеют власть и доминируют над законом греха и смерти. Аминь. Хорошо. Скажите это вслух. Наполненные верой слова доминируют над законом греха и смерти. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Слава Богу. Итак, мы говорили о том, у кого есть вера, и мы выяснили, что у каждого рожденного свыше верующего есть мера веры. И это мера веры Иисуса. Он автор или начальник и совершитель нашей веры. Затем, кто может ее использовать? Мы увидели в Марка 11, 23. Слава Богу. Если кто скажет, Горисей. Если кто. Любой. Потому что это законы. И этот закон будет работать для любого живого человека, который приведет его в действие. Аминь. И если вы не рождены свыше, если вы не знаете Бога, просто скажите, Иисус, возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь. Войди в мое сердце. Аллилуйя. Аминь. Закон духа жизни во Христе Иисусе только что освободил вас от закона греха и смерти. И внутри вас есть вера, поскольку именно вера это и сделала. Вы применили закон веры. И в книге Деяний 3.12 и 3.16 мы увидели, что Петр сказал, что они с Иоанном. Они взяли за руку того человека, сидевшего у красных дверей храма, и тот человек вскочил и побежал в храм. И Петр сказал, мы не своим благочестием, или не своим призванием, как апостолы, сделали то, что этот человек освободился. Но вера в имя Иисуса сделала этого человека целостным. И затем мы выяснили из 3 главы 1 Иоанна, что закон тела Христова – это не просто «любите друг друга». Этот закон в том, чтобы веровать во имя Сына Его Иисуса и любить друг друга, как Он заповедал нам. Затем Евреям 11.6. Без веры угодить Богу невозможно. Затем Евреям 4.2. Мы говорили об этом вчера. Любой, кому проповедовалось, фактически... Давайте откроем это место. Я хочу, чтобы мы снова это увидели. И это то, с чего мы сегодня начнем. Ибо и нам оно, Евангелие, возвещено, как и тем. Но не принесло им пользы слово «слышанное», не растворенное верой услышавших. Как вы растворяете верой проповеданное слово? Я принимаю это. Я выбираю верить этому слово. Он взял на себя мои немощи и понес мои болезни. И ранами его я исцелен. Аминь. Это Евангелие. И я слышал, как оно было возвещено и проповедано. И я верю, что получаю это. Я выбираю верить этому. И, знаете, много лет назад мы так мало об этом знали. Мы с Глорией только начинали. И как-то раз я повез ее в торговый центр, где она должна была что-то забрать. И я хочу, чтобы вы знали, у меня был грипп. У меня болела даже задняя сторона моих глаз. У меня все болело. У меня болели волосы. У меня просто все болело. Я сидел там в машине, ждал ее. И я начал думать. Господь, я не думаю, что я буду в состоянии завести это на машине домой. Я так плохо себя чувствую. Я тогда не знал, что нужно делать это. Но Слово Божие говорит, жизнь и смерть. Предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь. Я не знал, что так говорило второзаконие 30.19. Но Господь просто повел меня сделать это. У меня там на переднем сидении машины лежала открытая Библия. И она была открыта на 1 Петра 2.24. Ранами его вы исцелились. Я просто взял ее. Я прочитал это еще раз. Прочитал громко вслух. Я сказал, Господь, я выбираю верить этому. Ранами твоими я исцелен. Я беру это. Я принимаю это. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Я провел достаточно прилично времени, сидя так там в машине, пока не вернулась Глория. Я просто держал свой палец на 1 Петра 2.24. Я верю этому. Я выбираю верить этому. Я беру это. Это принадлежит мне. Я во Христе. Христос во мне. И это мое. Я беру это. Я практически моментально начал чувствовать себя немного лучше. Я сказал, да, слава Богу, это здорово. Итак, что происходило? То же самое, что произошло с женщиной, страдавшей кровотечением. Моя вера работала. И она начинала делать меня целостным. Что произошло? Я высвободил ее, когда сказал, «Я выбираю верить этому слову». Я тогда не знал ее механику настолько хорошо, как я знаю сейчас. Я и сейчас не знаю всего. Я узнал достаточно, чтобы понять, как многого я не знаю. Но я узнаю. Равно как и вы. Мы узнаем и учимся этому вместе. Но когда я сказал это своими устами, понимаете? Чего люди не осознают? Послушайте меня сейчас. Это вера там. Она является частью вашего духа. Ваш дух. И вы никогда, по сути, не видели меня. Настоящего меня. Все, что вы видели, это дом, в котором я живу. Мое тело. А я там. И я смотрю на вас через эти окна. И в тот момент, когда этот духовный человек, настоящий вы, покидает ваше тело, ваше тело просто падает на пол. И ваша душа, ваш разум, ваша воля и ваши эмоции являются частью вашего духа. Но это имеет отношение к интеллектуальной его части. Настоящий вы, это духовный человек, который живет внутри этого тела. Как только вы сказали, Иисус, войди в мое сердце. Я верю, что Бог воскресил тебя из мертвых. Я принимаю тебя, как моего Господа. Или, как сказала Глория в тот день, когда она родилась выше Иисуса, возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь. Что ж, Иисус сделал это. Как только она сказала это, как только я сказал это, а я просто сказал, Иисус, войди в мое сердце. И он вошел. И я знал это. Что ж, в тот момент, когда вы решили сказать это, вы сказали что-то. Вы поверили чему-то, чего вы не можете увидеть и не можете почувствовать. Это вышло за пределы сферы вашего разума, вашей воли и ваших эмоций. Поэтому, это вышло за пределы вашего мозга, ваших пяти физических чувств. Как только вы решили поверить чему-то, что вы не можете видеть, ваш дух... Позвольте мне сказать это так. Я не придумал, как сказать это по-другому. Как вы прекрасно знаете, в вашем теле есть физические органы. Когда вы принимаете решение что-то съесть, вы решаете. Да, хорошо. Да, я съем это. Выделение слюны и все такое, связанное с приемом пищи, оно запускается не после... Я уже знаю, каково это на вкус. И оно немного кислое. Эти процессы уже запустились. Вы сами это проходили. Вы смотрите на кусочек лимона, и что происходит? Вы приняли решение съесть его. Эти неконтролируемые процессы, они просто запускаются. Вы понимаете? Большое спасибо. Да, как я и думал. О, слава богу, дайте мне запить это. Да. О, слава богу. Итак, как только я сказал, я выбираю верить этому. У меня болели глаза, у меня болело все тело, у меня болела голова, у меня болели мои кости. Во всем теле чувствовалась вялость и озноб. Как только я решил, я принял решение верить этому, Слову Божьему. Я сказал это своими устами, мои духовные органы, любовь, радость, мир, благость, кротость, доброта, воздержание, плоды духа там, и они все духовные. И как только я это сказал, решил и сказал, я выбираю верить этому. Вера поднялась и пришла в действие. И вы не можете почувствовать ее своими физическими чувствами, своим физическим телом. Но благодаря Слову Божьему вы знаете, что она там. Мы растворяем Слово Божье верой. Иисус сказал, Сеятель Слово сеет. Посеянные при дороге, означая тех, в которых сеется Слово, они с радостью его приняли. И вы видите, что Он сказал, что оно попало в их сердце. Речь не о вашем физическом сердце, которое перекачивает кровь. Почему его называют сердцем? Потому что оно находится в центре вашего физического существа. Как только оно останавливается, все. Что ж, ваш дух является сердцем человеческого существа. Без этого духа все остальное существо не будет работать. Поэтому он назван вашим сердцем, вашей сердцевиной. Это как сердцевина дерева. Это центр, ядро. Это центральная часть этого дерева. Ваш дух является центром жизни вашего существа. И именно там пребывают вера, любовь, радость. И именно там пребывают все силы духа. И когда вы растворяете верой то слово, которое попало туда, понимаете, вера приходит от слышания, а слышание от слова Божьего. И когда кто-то проповедует об исцелении, вы говорите, слава Богу, я верю этому, я беру это. Кто-то проповедовал, что Иисус Господь. И вы сказали, о, слава Богу, я принимаю тебя, Иисус, как моего Господа и Спасителя. Когда вы растворяете это верой, посмотрите, что Он сказал. Посмотрите. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой слышавших. Поэтому, когда вы растворяете его верой, все, что вам нужно сделать, это сказать, я верю этому. Я высвобождаю это своими устами. И мы читали это в среду с 10 главы Римлянам, когда верили людей в молитве покаяния, мы читали там это, потому что сердцем веруют, а устами исповедуют к праведности или ко спасению. То же самое. Поэтому вы можете видеть, что вот что происходит. Эта вера уже там, в ожидании Слова Божьего, изучить Слово Божье. Это Слово входит в ваш дух. Не позволяйте дьяволу красть Слово Божье у вас. Аминь. И когда вы растворяете его верой, это мое, я верю этому, я принимаю это сейчас. Слава Богу, Он говорит обо мне, и я принимаю это. Я верю этому, и я исповедую это своими устами. И в этот момент не имеет никакого значения, что происходит в вашем теле. Вы твердо держитесь этого исповедания Слова Божьего. Вы растворяете его верой. И точно так же, как с физическим телом. Когда я ем, эта пища должна быть растворена определенными соками для того, чтобы она переварилась и чтобы питательные вещества из нее были доставлены туда в моем физическом теле, куда они должны быть доставлены. Я взял духовные питательные вещества из Слова Божья и вложил его в свой дух. Я начинаю растворять его верой, и оно начинает расти. Мой духовный человек выращивает исцеление. Мой духовный человек выращивает преуспевание. Мой духовный человек выращивает избавление. Мой духовный человек выращивает то чудо, к которому я приложил свою веру, потому что оно уже сейчас есть внутри меня. И ваш духовный человек возьмет это слово, усвоит его и будет выращивать его. Слава Богу. И оно будет проявляться в вашей жизни. Мы вернемся через минуту. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе. Наполненный верой слова взяли верх над законами греха и смерти. Вы это поняли? Я хочу вам сейчас кое-что сказать. Норрис и Мириам кое-что здесь сказали. Если этого нет внутри вас, оно из вас не выйдет. Что если бы она говорила о нет Норрис нет 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 не умирай не умирай не умирай он бы умер. Он уже видел как двигался по проходу самолета оглядываясь на нее. Нет не умирай не умирай о боже почему мой муж умер я человек веры. Нет вы не человек веры. У вас есть вера но из-за того что вы нарушаете закон веры не сеете слово Божие в свое сердце и не растворяете его верой. Верой. Ефесянам 6 глава позвольте мне сказать это еще раз закон духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Итак послушайте это Ефесянам 6 глава Наконец братья мои укрепляйтесь Господом и могуществом силы его и так вы в Господе и вы сильны в Господе и в силе его могущества облекитесь во все оружие Божье чтобы вам можно было стать против козни дьявольских потому что наша брань не против крови и плоти но против начальств против властей против мироправителей тьмы века против духов злобы поднебесных для сего примите все оружие Божье дабы вы могли противостать в день злой там в самолете был злой день сатана нацелился убить его и все преодолевшие или сделав все для того чтобы стоять вы не сделали все пока не обратились к слову Божьему и не верите ему в своем сердце и не говорите его своими устами так станьте припоясавши чресла вашей истины облегшись броню праведности обувши ноги в готовность благовествовать мир апаче всего возьмите щит веры слава Богу вы это видели ее щит был поднят его щит был поднят говорю вам слава Богу и она взяла его и она продолжала говорить слово Божье ты не умрешь но будешь жить пусть Бог вас благословит будьте благословлены все эти выходные присоединяйтесь к нам в понедельник а пока помните что Иисус Господь